Переход на цифровизацию в любой отрасли – это всегда сложно. Особенно трудно привыкнуть к чему-то новому, пожилым. Внедрение цифрового решения в угольном вопросе не стало исключением, но на самом деле процедура несложная и не занимает много времени. А для тех, кто столкнулся с трудностями и по каким-либо объективным причинам не может пройти регистрацию, придут на помощь специально обученные волонтеры. С сегодняшнего дня мы начали обучение волонтеров для того, чтобы граждане могли к ним подойти и проконсультироваться по регистрации в ГИС угольной продукции, а также как получить УКР-код. По основным вопросам по ГИС угольной продукции они могут дать консультацию подробно. С завтрашнего дня во всех топливных складах и в том числе в угольном разрезе Кахемский будут волонтеры и давать консультацию жителям. Консультацию и помощь волонтеров можно будет получить уже в самые ближайшие дни. По информации Министерства топлива и энергетики, волонтеры будут на каждом топливном складе. Мы прошли обучение сегодня у Министерства топлива и энергетики. Мы с завтрашнего дня будем помогать населению, как зарегистрироваться в ГИС угольной продукции. Мы научились, как зарегистрировать и выдавать КИР-код тоже можем выдать. Процедура не очень сложная. Вы заходите по ссылке, зарегистрироваете систему, там в конце указано. И там указываете свои данные, этажность. Потом Министерство топлива и энергетики подтверждает данные и вы можете получить на складе свой уголь по КИР-коду. Стоит отметить, что при оформлении и покупке угля по новой системе помогают и сами работники топливных складов.